Вопрос о выборе профессии каждый год встает перед выпускниками школ города и района. Кто-то из них мечтает уехать в большой город и там получить образование. Но есть среди них и такие, что не ставят себе цели покидать родные места. Получить среднее профессиональное образование, не уезжая за пределы района, можно в Славянском сельскохозяйственном техникуме. Продолжение темы в материале моих коллег. Славянский сельскохозяйственный техникум – одно из старейших профессиональных сельскохозяйственных образовательных учреждений Кубани. Начиная с 1927 года техникум готовит кадры для работы в сельском хозяйстве. За это время в техникуме получили путевку в жизнь свыше 22 тысяч высококвалифицированных специалистов. Об этом директор сельскохозяйственного техникума Евгений Дмитриев рассказал главам сельских поселений Славянского района, а также провел экскурсию по аудиториям учебного учреждения. Сегодня мы начали такой цикл встреч с главами поселений, с депутатами. Сегодня у нас будет встреча и планируется еще с работодателями. Цель такая – показать наш техникум, чтобы не только будущие абитуриенты увидели, но и люди, от которых зависит информированность, люди, от которых зависит и будущее, вот, например, будущее, ну, вернее, наши работодатели, да, будущее, в том числе, сельского хозяйства. Мы хотим показать, что у нас хорошая материальная база, что сегодня в нашем техникуме созданы все условия для того, чтобы наши ребята, девчата, выпускники девятых классов получали образование, качественное образование, подчеркиваю, на хорошем оборудовании, в хороших условиях, качественное образование, не выезжая за пределы Славянского района. Сегодня сельскохозяйственный техникум – учебное заведение, уверенное, шагающее в ногу со временем. Здесь работает сильный педагогический коллектив, аудитории и лаборатории оснащены современным оборудованием. Практика студентов организована на ведущих сельскохозяйственных предприятиях Славянского, Красноармейского, Калининского и других районов. В техникуме созданы хорошие условия для организации досуга студентов. Работают библиотека, кружки и клубы по интересам, спортивные секции, тренажерный зал. А в этом месяце на базе техникума открылся ресурсный центр «Спасатель». В 2014 году техникум стал победителем краевого конкурса инновационных программ и выиграл грант в размере 12 миллионов рублей. На эти средства было приобретено интерактивное оборудование и тренажеры. Они позволяют смоделировать ситуацию, приближенную к реальным условиям, и предназначены для обучения студентов практическим навыкам по выбранной профессии. На сегодня такой центр единственный в крае, ведущий подготовку специалистов данного профиля. Так что у жителей сельских поселений появилась прекрасная возможность получить качественное среднее профессиональное образование, не уезжая за пределы района. Сам бывший студент этого техникума. Конечно, здорово, что он территорий Славянского района. И техникум был лучшим предприятием вообще в учебных заведениях России. Так он им остается на сегодняшний день. Даже больше расширяется. Вообще изменения очень большие. Я посмотрел своими глазами, но вот спасательный центр, это, конечно, у себя, как глава поселения, буду организовывать в школах встречи с выпускниками. И вот просить, даже убеждать, что надо сопоставить рядышком с домом. И так затратно. И хорошие специальности. Несомненно, такие встречи принесут только положительные результаты. Многие жители глубинки просто не знают о том, какое образование можно получить в родном Славянском районе. А выпускники сельскохозяйственного техникума – настоящие специалисты с крепкими знаниями и отличными практическими навыками. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов. Программа «События».